Биткоин и эфириум. Какое следующее движение? Давайте узнаем на графиках. Ох, господи, биткоин создал новый ценовой рекорд. Затем упал, а затем снова ценовой рекорд. И затем он просто уничтожил всех людей, которые закупали здесь наверху. Никогда, ребята, не бегите за рынком. Я думаю, вы научились этому на последнем дампе. Если, конечно, пытались закупиться наверху. Сегодня мы поговорим о том, где я сказал вам покупать до этого. Я говорил вам точно, где у нас будут движения цены. И говорил я это в последних эпизодах. И да, в общем-то, я был прав. И покажу сегодня все, что касается именно этой темы. Где я покупаю, как я покупаю. Где я собираюсь купить на этом дампе. И также, как я собираюсь торговать биткоином и эфириумом в ближайшее время. Что ж, да, также, если вы заинтересованы в торговле, вы можете перейти на сайт buyby.davincij15.com или на fimex.davincij15.com и получить свой бонус на депозит. Окей, давайте перейдем на графики. Мы уже говорили об этом в предыдущих видео. Дайте только вот это вот закрою и нажму Escape. Я показывал вам эту линию и говорил, что рынок, скорее всего, удержит эту линию. И, как видите, мы удержали эту линию, немного пробились ниже и затем взлетели наверх. Это у нас была первая цель. Но я, по большей части, был заинтересован в покупке уже здесь. На 64 тысячах долларов. И мне не было интересно совершенно ничего, ни одна область, до тех пор, пока мы не добрались сюда. И, как видите, сюда мы и добрались. Я говорил вам, что не стоит спешить за рынком. Не стоит пытаться его догнать. Я говорил, что мы удержимся именно на этой линии. И вот что произошло. Да, я понимаю, сложно о таком думать наверху. Думаю, что ничего уже никогда не вернется вниз. И, скорее всего, по этой причине большинство людей выкинуло здесь наверху. Держите это в голове. Давайте приблизим, и вы увидите, что мы сейчас движемся выше. Но я думаю, что биткоин может вернуться назад и протестировать здесь минимумы. Так что я заинтересован в покупке чего угодно ниже этого уровня. Уровня в 63 тысячи девятьсот двадцать пять долларов. Если мы пробьемся через это, я думаю, вы сможете получить немного дешевого биткоина, который приведет вас к уровням выше. Потому что биткоин собирается на 74-75 тысяч долларов к концу этого месяца. Так что вы можете прикупить здесь внизу по дешевке. Это потенциально будет самый дешевый уровень, на котором вы сможете что-то купить. Нет никаких гарантий того, что мы вернемся сюда. Я просто заинтересован в этом, и у меня есть там ордер на покупку. Конечно, я не загружался по полной на этот ордер. На тот случай, если мы упадем. Но все же что-то там есть, и я также все еще нахожусь в трейде. Окей, давайте перейдем на эфириум. Как видите, эфириум все еще в ловушке в этом тренде. В этом трендовом канале. Как видите, мы постоянно возвращаемся в этот трендовый канал. Выше EMA-рибон. И постоянно отскакиваем от 13 EMA. И что ж, в случае, если мы пробьемся ниже, это может означать, что мы потенциально можем дойти до 200-периодной средней скользящей на дневном графике. Буду надеяться, что нет. Давайте глянем на 4-часовой график. Вау, это довольно сильно впечатляет. Да, я бы сказал 200-периодная средняя скользящая на 4-часовом графике. Это самая вероятная цель в случае, если мы пробьемся ниже. Как видите, у нас было очень много моментов близких прорыву вниз. Но все же мы отскакивали назад. И я ставлю на то, что, скорее всего, мы пробьемся наверх. И взлетим до новых ценовых рекордов. У нас тут очень бычье настроение. Высокие максимумы, высокие минимумы. Причем идут они по прямой линии. И это просто нельзя отрицать. Как вы помните, тренд наш друг до самого конца. И это и есть у нас сейчас. Нам нужно постоянно искать возможность для того, чтобы выйти в лонг. И, как вы видите, эфириум у нас сейчас чуть стабильнее, чем биткоин, учитывая последние движения. Поэтому я ожидаю, что мы не вернемся до этих уровней. На эту линию тренда. Если же мы все-таки вернемся на эту линию, тогда я советовал бы вам прикупить еще немного эфириума. В случае, конечно, если он перекатится вниз и отскочит от линии тренда. Тогда мы сможем увидеть цены гораздо выше. Окей, давайте глянем на доминацию. Посмотрим, что у нас происходит там. Да, доминация у нас застряла. Вы знаете, я ожидал именно этого. Она собирается создать отличную М. Перед тем, как действительно перекатиться и полностью умереть. Так что будем ждать что-то такого и затем бум. Будем ожидать массивного-массивного забега. В альткоин сезоне. Которого мы все так долго ждали. Вау. Просто посмотрите на это. Даже если учитывать, что у нас не особо все понятно на этом графике. Но если посмотреть уже на это. Просто посмотрите. Гляньте на все эти коины. И все это в паре с биткоином. Они серьезно растут сейчас. На пару сотен процентов. И все это в паре с биткоином. Надеюсь, вы, ребята, торговали по стратегии маленькой пожилой леди и подобрали эти коины. Потому что сейчас на это можно сделать серьезные деньги. Окей, что ж. Вроде обо всем поговорили. Вы должны изучить, как пользоваться стратегией маленькой пожилой леди. Чтобы получать прибыль в биткоине. Все потому, что биткоин реален. Биткоин с нами останется и вам нужно быть его частью. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok